Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Что означает для христиан слово «вера»? Для нас, христиан, или это дань традиции, или это привычка, или основа мировоззрения, без которого невозможен диалог человека с Богом. А если это диалог, то есть ли у него, у этого диалога законы? Каковы они? Вот давайте порассуждаем на эту тему. И ключевое слово здесь – вера. Наверное, стоит начать с того, чтобы сказать, что все христиане – философы, но не все философы – христиане. Наш христианский символ веры начинается словом «верую». И многим далеким от церкви людям это слово кажется архаичным, а порой даже темным и дремучим, особенно в наше время. Но мне видится здесь, наоборот, признак высокой философской культуры. Почему? Большинство людей выражает свое мировоззрение словом «знаю», а не «верю». Чтобы сказать «я верю», человеку нужно осознать субъективность своей точки зрения, а значит, свою личностную уникальность. И как следствие осознать то, что его точка зрения не является универсальной. Иными словами, говоря, «я верю», человек признает инакове своего соседа. Он признает, что сосед может видеть мир совсем иначе. Но при чем здесь высокая философская культура, скажут некоторые из вас? Да при том, что философия как раз и учит сомневаться в себе и в том, что кажется тебе очевидным. Понимаете, одно дело – слово религиозного учителя или пророка, и совсем иное – слово философа. Последний умствует на свой страх и риск, за его спиной нет сакрального источника или авторитета. А значит, философ просто обязан искать аргументы, противоположные доводам оппонента. Поэтому философия рождается в полемике. Там, где спорящие стороны начинают обличать друг друга и доказывать свое. И в начале V века до Рождества Христова почти одновременно складываются эти две культуры спора – агонов Греции и шраманских диспутов в Индии. В полемике ищут аргументы, и со временем человек понимает – довод, очевидный для меня, абсолютно не является таковым для моего оппонента. Отсюда два вывода. Во-первых, не стоит всякого несогласного со мной расценивать как врага или, простите, идиота. Во-вторых, свою позицию начинаешь воспринимать как нечто не общечеловеческое, уникальное, такое, что не открывается из всех возможных точек зрения. Вот и христианство своим подчеркнутым верою признает, что не все и не всем оно может доказать и показать. А значит, не всех наших оппонентов мы можем осудить за их несогласие. Слово «осудить» я ставлю в кавычки. И, наверное, что-то они в нашей вере не поняли из-за нашей неспособности нормально разъяснить, как минимум. А что-то им не открыл тот, в кого мы верим. «Наша верую» – это сильное противоядие от деградации христианства в тоталитарную секту. Дело в том, что признак тоталитарного мышления – это неумение признать за другим человеком право на иную точку зрения. Тоталитарная психология предполагает, что не согласиться со мной может или мерзавец, или идиот, или предатель. Простите, что употребляют такие слова. Так почему же такое простое слово препятствует христианству стать тоталитарной сектой? Дело в том, что в самой основе нашей веры лежит некая грандиозная неочевидность. Глаза жителей Палестины две тысячи лет тому назад видели человека из семьи Галилейского плотника. А глаза нашей веры видят в нем Творца всех галактик. Бога. Увидеть в Ишуага ноцре Бога, создавшего даже тех, кто в нем сомневается и его распинает, не по силам никакому чисто человеческому, линейному рациональному мышлению, никакой эрудиции и логики. Зато есть слова Христа, которые мы слышим в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И есть и слова и апостола Павла в его первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 3 стих. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». О чем говорят эти новозаветные строки нам? О том, что первичный импульс Божественного Откровения человеку идет от Господа. И мало зависит от человеческих заслуг интеллекта, готовности, тренированности, духовности. И тем, кто уже пришел в церковь, стоит это помнить, прежде чем осуждать людей, которые не согласны с христианством. Однажды один священник рассказал мне такую историю. Он был тогда еще мальчиком. Шел в Великий пост, Ростная Седмица. И его немощная бабушка, которая сама не могла дойти до храма, попросила внучика прочитать ей Евангелие. Тот, начиная чтение, где говорится о суде над Иисусом, доходит до криков толпы перед Понтием Пилатом. Пилатом, распни, распни его, кровь его на нас и на детят наших. И тут бабушка из последних сил приподнимается в кресле, поворачивается к иконам, крестится и говорит. Господи, спасибо Тебе, что Ты не к нам, славянам, пришел, А то ведь какой позор на весь мир был бы! Я думаю, что это очень точное переживание Евангелия. У нас нет права указывать пальцем на кого-то другого и говорить, но мы на их месте разобрались бы. Мы бы Христа сделали почетным доктором Духовной Академии, членом Синода, может, даже в правительство отправили бы или в парламент. Дело в том, что Бог пришел на землю, чтобы спасти человечество. А для этого Он должен был пострадать на кресте. Если бы люди всегда видели Христа в Его фаворском, то есть божественном, преображенном состоянии, то креста бы не было. Став человеком, Господь не являет, а наоборот, прячет свою божественность. А то, что спрятал Бог, человек сам найти не может. А это значит, что если кто-то не нашел нашего Бога, то Он заслуживает не разжигаемого нами костра, ни ненависти, ни осуждения, а наши молитвы. Молитвы к ненайденному им с просьбой о Его еще одном откровении. И здесь мне хотелось бы отметить очень важную деталь, что отношения человека с Богом не случайно определяются словом откровения. Из этого понятия очень многое следует. Дело в том, что если речь идет о так называемой мертвой материи, здесь человек может быть беспредельно активным в своем познании. Его активность ограничивается только одним – полным уничтожением предмета исследования. Я могу препарировать, расчленяя амебу, пока она не исчезнет, не умрет под моим микроскопом. Познавать высших животных намного труднее. Здесь уже появляются ограничения. Что-то из жизни моего любимого Барсика я могу узнать только в том случае, если он соблаговолит об этом рассказать. То есть мне нужно набраться терпения и не один день наблюдать за его жизнью, поведением. И совсем не факт, что я подсмотрю все. А в мире людей. В нем появляется почти уже непреодолимое ограничение на манипуляцию с предметом исследования. Что-то глубокое и важное в человеке можно понять и узнать только если человек сам готов открыть тебе свою душу. И если о мертвой материи еще Галилео Галилей говорил, что эксперимент – это испанские сапоги, в которые я зажимаю природу для того, чтобы заставить ее дать нужный мне ответ, то по отношению к человеку это совершенно неприложимо. Даже сегодня, когда делаются и проводятся страшные эксперименты над человеком и его душой. Нельзя серной кислотой капать на макушку своего соседа, чтобы узнать, в каких нравственных пределах может простираться его реакция. По отношению к свободно разумно мыслящим существам необходимо ожидание и терпение. Но существует познавательный уровень еще выше, чем человек, и для его познания возможен только лишь путь откровения. Причем речь идет не только об откровении религиозном. Кроме него есть мир эстетического откровения, когда человек, как наитие, ощущает некое со-болезнование, со-переживание, со-радование. Можно продолжать. И вот здесь начинается мир, в котором наши современные технологии абсолютно не работают. Например, можно пойти в консерваторию, при этом в точности исполнить все инструкции по ее посещению. Я начищу туфли, надену костюм и бабочку, приглашу девушку, куплю программку, бинокль, сяду на первый ряд. Но я так и не пойму, что это было. А через месяц тот же человек может услышать по радио или телевидению запись того же концерта. И с ним случится то, что философ Мираб Маммардашвили называл «впадение в состояние понимания». А еще есть откровение совести, вторжение нравственного императива в мою жизнь. И выше всего в этой иерархической лестнице стоит откровение религиозное, откровение Бога как личности. Вот здесь менее всего гарантии для успеха моей активности. То, что ждет нас в религиозном поиске, можно описать словами незаслуженно забытого философа по имени Винни-Пух. Когда однажды Пятачок попросил сочинить его в опилку ко дню новоселья ослика Иоа-Иоа, видишь ли, Пятачок, это не так-то просто, потому что поэзия – это не такая вещь, которую ты идешь и находишь, а это такая вещь, которая находит тебя. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это пойти и встать на такое место, где тебя могут найти. Это и в самом деле очень точное определение откровения. На языке же философии русский мыслитель Серебряного века Семен Франк дал такую формулировку Откровение есть там, где какая-либо реальность сама по собственной инициативе и собственной воле открывает нам свое присутствие. В отношениях человека с Богом умение слушать, ждать и уважать свободу предмета своего интереса гораздо важнее активности исследователя. Как нельзя, например, влюбить в себя, так нельзя и общаться с Богом при помощи наших интеллектуальных или даже аскетических технологий. Вот пример простой, доступный. Представьте, 13-летний мальчик ведет свой интимный дневник и пишет «Мне уже 13, я большой. Значит, пора вести взрослую жизнь. С завтрашнего дня начинаю ухаживать за Машкой с соседней парты». Спустя неделю мальчик подводит итоги своего эксперимента. «Я все сделал по инструкции. Провежал Машку домой пять раз, в кино водил два раза, покупал мороженое три раза. В ухо получил четыре». И вывод. Нет правды на земле. Врут взрослые. Никакой любви не существует. Что можно сказать этому подростку? Ну, напиши ты хоть сто инструкций. Но ни одна из них не заставит Машку влюбиться в тебя. Вот и в отношениях с Богом бесполезно надеяться на инструкции. Есть, конечно, заповеди, есть аскетические практики, но все это средство очищения и изменения себя, средство подготовки к главной встрече, а не средство воздействия на Бога. В христианстве исполнение заповедей, обрядов или каких-то духовных упражнений совершенно не гарантирует, что Бог теперь обязан открыться человеку. И вот в поддержку сказанного в завершение нашей встречи я приведу слова Феофана Затворника, который говорил об этом так, говорил еще в XIX веке. «Прибывание души с Господом не от нас зависит. Господь посещает душу, она и бывает с Ним, и играет перед Ним, и согревается им. Как отойдет Господь, душа пустеет, и совсем не в ее власти воротить к себе посетителя». Подумаем над всем этим. Поразмышляем. Субтитры создавал DimaTorzok